Позитив Хак Дэйс Позитив Хак Дэйс в этом году точно удался. Мы не постеснялись, мы не побоялись сделать это мероприятие, несмотря ни на что. Мало того, мы решили сделать его масштабным именно для того, чтобы у всех и в России и за рубежом была возможность узнать о том, что на самом деле представляет из себя Позитив Хак Дэйс и какие ключевые вещи происходят в кибербезопасности сегодня. Таким образом мы расширяем количество людей, которые смогли посмотреть, что происходит на Позитив Хак Дэйс с 3000 каждый день, которые физически могут сюда дойти до сотен тысяч людей, которые смотрят то, что здесь происходит онлайн. Ведь надо понимать, что сейчас Позитив Хак Дэйс на данный момент это самое известное в мире событие по информационной безопасности, и поэтому мы считаем важным доносить то, что здесь происходит. Ну и кроме того, кибербитва, самая крупная в мире открытая кибербитва стендов, это практическое упражнение в информационной безопасности, которое позволяет понять, какие есть ключевые риски для городской инфраструктуры, протестировать это в реальной среде и тем самым получить те знания, которые позволят предотвратить эти риски в реальном мире. Это начало новой концепции информационной безопасности, которую мы анонсировали. В рамках этой концепции реализация недопустимых для компании рисков невозможна. То есть традиционно информационная безопасность это процесс, но мы же говорим о том, что она должна быть ориентирована на результат, и ее можно померить. И померить с точки зрения невозможности хакерам реализовать недопустимые события для компании, отрасли или государства. Мы хотим тем самым побудить заказчиков, ключевых людей в заказчике, руководителей, хотеть от информационной безопасности реальных вещей, чтобы критические вещи для них не состоялись. Не технических каких-то вещей поставить еще один фаервол или антивирус, а защитить то, что для них на самом деле важно. Постив Хакдейс для нас это как раз платформа, где мы анонсировали начало этой концепции. И мало того, вчера мы продемонстрировали возможность технической реализации этой концепции. То есть мы продемонстрировали набор наших метапродуктов, среди которых MaxPatrol O2. Он позволяет в автоматическом режиме обнаружить и остановить хакера в корпоративной инфраструктуре. Сегодня к нам приезжал Максут Шадаев, министр связи. И у нас было еще несколько ключевых участников индустрии, которые вместе с ним принимали участие в дискуссии реалии российского кибербеза. Мы опубликовали QR-код на телеграм-канал, где каждый мог задать вопрос. И министр прямо в течение пленарной дискуссии сидел, смотрел этот чат, то есть он у него подключился. Часть вопросов отвечал в микрофон и часть вопросов прямо там в чате комментировал. Это было очень здорово и интерактивно. В этот раз стенд-офф продолжался у нас 4 дня. В нем принимали участие более 30 команд Red Team. И это порядка 300 экспертов со всего мира. И 6 команд Blue Team. И это около 50 экспертов. Большинство из них, конечно, находились удаленно, но часть команд мы смогли разместить здесь в зале. По одну сторону у нас сидели Red Team, у них была красивая красная подсветка. По другую сторону Blue Team. И из 61 риска, который был заложен в сценарий стенд-офф в этом году, хакеры реализовали 25. Ломали в этот раз серьезно. Представляете, 300 человек Red Team атакуют. И это все на самом деле условия приближены максимально к реальности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова